Мы вдвоем с порторгом батальона, а их четверо сменилась за мою бытность комсоргом, круглые сутки старались находиться в ротах и взводах. На каппежные глаза нашему комбату Карташенко Николаю Михайловичу являлись только рассудки для обсуждения текущих дел. Комбат же на КП тоже всегда был один. Все его помощники-штабисты тоже находились в ротах при обязательном условии дать знать по связи с выместо нахождением на сейчас. Уснуть тогда нам удавалось моментально, а пищу принимали где придется и какую придется. То и дело в ротах выходили из строя ротные комсорги, их надо было срочно заменить на новых. Если же выбывал из строя командир роты, то я временно был обязан заместить его до назначения прихода нового. А вот ночью мы с порторгом должны были обязательно посетить боевое хранение, которое всегда выдвигалось на нейтральную полосу перед нашей линией обороны. Порторга батальона лейтенанта Васильева Петра Васильевича я сопровождал еще и потому, что он был близорук. У него был кстати старший сын Василий, мой ровесник, который был тоже на фронте и вот последнее время от сына не приходило писем. И Петр Васильевич очень сильно по этому поводу волновался и боялся, что его уже нет живых. И вот ползем мы значит по нейтралке, а фашистские ракеты все падают, брызгают ослепительной электросваркой и делают на земле зигзаги, при этом шипя как змея и норовя заполстить за шиворот. Шевельнись ты только в этот момент и будешь пришит пулеметной очередью. При этом ползая на проверку боевого охранения, я всегда помнил, как однажды уснул в степи под Сталинградом и мы с Уором, не сходя не с места, побывали в фашистском тылу. И вот однажды в одной из стрелковых рот, пользуясь затишьем, они надолго задержались с Петром Васильевичем. Солдаты, как выпадают в таких случаях, любят поговорить на разные темы, но не о войне, а например о том, есть ли Бог. Или вот как в этой стрелковой роте разговорились о происхождении человека на земле. Всерьез такая беседа заинтересовала пожилого солдата, а молодые с высоты своего семилетнего или среднего образования слушались снисходительно и посмеивались над наивными вопросами старших, которым не приходилось учиться в школе. И вот тогда один пожилой солдат, кажется его фамилией и имя Кудрявцев Афанасий, обратился к Парторгу с хитрым провокационным вопросом. О том, почему если же все люди вышли от обезьян, все обезьяны в людей не превратились. Парторг дал ему тогда выговориться, после чего дал развернутый ответ. Тот хотел продолжить дискуссию, но помитинговать не получилось, потому что раздалась команда, рота к бою, вражеские танки. После этого вмиг рота рассыпалась и растеклась по траншее и приготовила к бою гранаты. Фашисты, как в дальнейшем оказалось, пошли в наступление по всей полосе нашей дивизии, танки тогда на большой скорости появились внезапно, вызвав у нас некоторые замешательства. И вот тогда соседние с нами два полка начали отходить. Если левый и правый сосед отступают, то трудно удержаться и не кинуться следом, так как появляется опасность остаться в окружении. И вот тут психология у солдата иногда такая. Нельзя первому начать отступление, потому что кто первый дропанет, тому и трибунал. Пусть начнет кто-нибудь другой, а я уже потом посмотрю и подумаю, что к чему. Мы же после начала атаки с парторгом распределили между собой левый и правый фланг батальона и разбежались по траншеи в разные стороны. Не знал я тогда, что вижу Петра Васильевича в последний раз. Танки тем временем подошли к нам уже вплотную, а две наши сорокопятки сделали по выстрелу, но промазали. Танки тут же ответили и наши сорокопятки были выведены из строя. Ну а наши хлопцы видя все это начинают кидать гранаты, но тоже получается никак. Тогда торопясь вдвое кинули гранаты, даже не выдернув чеку. Ну а дальше все стало разворачиваться все хуже и хуже, потому что наши стрелки дрогнули. Я помню тут же бросился вернуть их в окопы, иначе танки сейчас начнут их утюжить. Вон прямо как в той роте, где солдаты бросили свои окопы и оказались сейчас под гусеницами танков. Ну а дальше мы приняли бой, поджигая танки гранатами и огнем из автоматов отрезая танков немецкую пехоту. Положение же осложнялось каждой минутой. Соседи нашего полка продолжали отходить, а мне ведь тоже неохота попадать в бессмысленное окружение, не так много боеприпасов у нас. Но в этот момент я натром чую, что отходить нам еще рановато. И до хрипоты ору во все стороны, держитесь хлопцы, держитесь. И вот тут подбегает ко мне один комсорг роты и подает полевую сумку старшего лейтенанта Василия Петра Васильевича и его спортбилет. Вот и еще одного парторга убило, мелькнуло тогда в моей голове. Прощай, Петр Васильевич. А где же комбат, спрашиваю я. Да унесли, ранило его. Заместитель же комбата погиб еще три дня назад. И по уставу в такой ситуации должен взять на себя командование батальоном командир первой стрелковой роты. Но времени на его поиски сейчас нет. Команду комсорг че притих, кричит мне уже старшина командир второй роты. И вот в этот тяжелый момент, как из-под земли, вырастает гигантская фигура нашего комполка гвардии майора Белоонова. И с ним тут же рядом адъютант Коля Корсунов. Ну а дальше громогласный голос Белоонова, сказавшего хлопца ни шагу назад, встряхнуло траншеи так, словно мы услышали гул 30 танков, спешивших нам на выручку. И вот тогда, хоть и легче стало на душе, ведь ситуация больше не зависела от меня, но и не обрадовался тогда я, увидев нашего комполка. Все, теперь точно конец, подумал тогда я. Теперь уж точно умрем, назад-то пути не будет. Белоонов был человеком немыслимой храбрости. Отступить его не заставишь, ни при каких обстоятельствах. Этот человек сам сложит голову, и мы вместе с ним. И теперь, спустя десятилетия, я пытаюсь постичь феномен личности этого человека. Но вот он поднял с земли кем-то брошенное противотанковое ружье и механическим движением открыл затвор. Посмотрите, есть ли там патрон. Есть. После этого он загнал патрон в патроник, и в этот момент, как движущаяся фигура в тире, перед ним вываливается фашистский танк, останавливается, делает выстрел вперед из башенной пушки и посылает несколько чередей из пулемета. В общем, дает понять, что он в грозной силе и сейчас начнет действовать. Белоонов же тогда не нашел удобней позиции, чем стоявший рядом деревянный дубовый крест, обросший лишайником. Он тогда положил свой ПТР на этот крест, после чего он начал целиться танку вбок. Расстояние между ними было не более 50 метров. Ну а немецкие танкисты, разумеется, заметили Белоонова с ПТРом, после чего начали поворачивать в нашу сторону свою башню. Ну а я в тот момент нахожусь рядом с комп полка по правую руку, а Коля Курсунов по левую. И вот ведь какая штука, хобот танкового ствола разворачивается к нам, и вот постепенно укорачиваясь, скоро останавливается на мне, своей черной дыру и зрачком. Я понимаю, что это смерть. Зрачок же между тем ходит вверх-вниз, вправо-влево, это он ловит нас на прицел, чтобы сфотографировать поточнее. Ну а я в тот момент словно гвоздями приколочен к земле, и уже никакая сила не может заставить меня вильнуть в сторону. Ведь уж казалось бы, все равно погибнет сейчас Белоонов, какая разница, что он подумает о тебе в последний момент. Но вот такова уж сила влияния этого человека, что невыносимо, чтобы даже напоследок он подумал о тебе, что ты трус. Ком полка тем временем все целится и целится, а я приготовился принять смерть вместе своим ком полка и его адъютантам. И в этот момент грохнуло так сильно, что я сразу не понял, откуда грохнуло. Танк выстрел первым или ПТР. Но если я пытаюсь это все понять, значит я жив и жив ком полка. Значит первым выстрел Белоонов. Ком полка между тем стреляет еще раз, а я замечаю, что он ранен в правую руку. Танк загорелся, а мы с Колей хотим отвезти раненого в безопасное место и оказать помощь. Но он упирается и приходится делать ему перевязку прямо здесь. Но мы вот тогда не понимаем, а Белоонов понимает, что в этой тяжелой ситуации бойцы обязательно должны видеть своего командира с ними под огнем. Ну а фашисты между тем торопясь выскакивают из горящего танка, но автоматные очереди превращают энергично выпрыгивающих фрицев в тряпичные куклы. Вот и появление Белоонов на позициях самый критический момент. Теперь ты понял эффекты умедлительности при прицеливании в танк на глазах у батальона. Тогда уничтожение этого танка заставило наш батальон сделать невозможное и очень скоро оставшиеся пять танков, видимые в поле зрения, стали пятиться назад. Фашисты уходят. А еще через какое-то время в соседних полках тоже сумели переломить ход боя, и наша дивизия сохранила прежние позиции за собой. Но уже на следующий день я был приглашен на заседание полкового партбюро, где единогласно занесли мою фамилию в полковую книгу героев войны. Гвардий майор Павел Семенович Белоонов с перевязанной правой рукой сидел в президиуме, а я сидел рядом с ним. После заседания партбюро мы проводили Белоонова в госпиталь, а полк принял время на его заместитель по боевой части Иван Иванович Тухкуру. Я же по долгожительству всех комсоргов нашего батальона держал своеобразный рекорд. Друзья, не забываем оценивать видео и оставляем свои комментарии. Кроме этого, проходим на канал и смотрим другие выпуски, которые вы не видели, которые, возможно, вам будут интересны. Ну и также не забываем подписываться на мои группы в соцсетях, канал на Яндексе, Рутубе и Телеграме, для того, чтобы мы с вами не потеряли друг друга. На этом же выпуск подошел к концу. Всем спасибо за просмотр, за поддержку канала, всем удачи и до скорых встреч!